История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. Мигель де Сервантес Саабадо Борис Годунов стремился укрепить авторитет Церкви в нашем Отечестве. С этой целью он добился согласия Константинопольского патриарха Еремии на установление патриаршества в России. Первым патриархом московским и всей Руси был избран в 1589 году Иов. Свои личные сбережения и богатые царские подарки он употреблял на открытие новых обителей и строительство храмов. А в годы смутного времени именно Иов смело обличал Лжедмитрия. Патриарх Иов. У нас в программе кандидат исторических наук Максим Емельянов-Лукьянчиков Василий Александрович. Здравствуйте. Емельянов-Лукьянчиков Максим Александрович. Окончил Московский городской педагогический университет. Исторический факультет. Кандидат исторических наук. Историк, журналист, путешественник. Автор книги «Русская цивилизация в наследии» Константина Леонтьева, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби, а также ряда работ по отечественной истории. Патриарх Иов. Мы, к сожалению, не знаем год его рождения. Только примерно между 1525 и 1535 годами он родился. И совершенно четко знаем, что он умер в 1607 году при Василии Шуйском. В миру его имя было Иван. И благодаря некоторым событиям совсем недавно удалось узнать о том, что фамилия будущего патриарха Иова была Ланяев. Далеко не о всех митрополитах и патриархах московских, не говоря уже о иерархах более низкого ранга, мы знаем их фамилии, их родовое происхождение. Принято считать, что Иов был, Иван Ланяев, был из посадских людей. Но когда мы читаем синодик, где упоминаются имена его предков и родичей, то там упоминаются архимандриты, некий князь Иосиф и так далее. Видимо, речь идет о том, что он действительно был, с одной стороны, из посадских людей, но, с другой стороны, имел какие-то родовые связи среди высоких сословий. А вот то, о чем я сказал по поводу установления фамилии патриарха Иова, это связано с его сестрой. Была версия, что это мать, ее звали Параскева, в иночестой Пелагея. Когда Иван стал Иовом, Параскева стал Пелагея, очень часто первую букву мирского имени брали для того, чтобы иноческое имя выбрать. Так вот, сам Патриарх Иов и его сестра, как потом оказалось, уже сейчас выяснено, они уроженцы Старицы, это современная Тверская область. И там, в Старицком Веснесенском монастыре, с начала XVII века, сохранялась, очень почиталась, как было принято говорить, в синодике каждого благочестивого старичанина, я, правда, не знаю, как правильно сказать, жители Старицы, употребимое это выражение, каждого жителя Старицы было имя не только патриарха Иова, но и его сестры Пелагея. И это захоронение до недавнего времени, до 1903 года, сохранялось в хорошем состоянии, и на надгробной плите было написано, что это Пелагея, дочь Ланяевых. Так писали о девицах, которые были пострижены, то есть не о замужней женщине, постригшейся в монашество, там, например, после смерти мужа, а именно о девице. Это говорит о том, что Ланяева – это ее девичья фамилия, а так как и было известно, что она сестра патриарха, то стало понятно, что и фамилия самого патриарха Иова тоже Ланяев. А версия с матерью, она оказалась такой ошибочной, очень быстро отпала, в том числе и по той же самой причине, что если дочь Ланяевых, значит, девица, значит, не может быть матерью патриарха. Здесь, наверное, можно вскользь упомянуть достаточно важную вещь, что существует в Старице фонд возрождения Успенского, вот этого Старицкого монастыря, который тесно связан с жизнью патриарха Иова. И они, надо сказать, что в блестящем состоянии этот монастырь находится, память патриарха охраняется, наверное, так достойно, и это вызывает очень позитивные эмоции, наверное, у всех нас. Но, с другой стороны, это мужской монастырь, Успенский Старицкий монастырь, в котором и постригся Иов в монашество, в котором получил имя в честь Иова Многострадального, в котором был игуменом, затем настоятелем, откуда попал в Москву. Так вот, этот Успенский Старицкий монастырь в прекрасном состоянии, мужской, а соседний женский Вознесенский монастырь, который как бы всегда был второй половинкой основных монастырей Старицы, он в ужасном состоянии. А важно об этом упомянуть, почему? Потому что именно там была похоронена Пелагея Аланяева, то есть сестра патриарха Иова. Этот монастырь по преданию основан тоже Вознесенский монастырь, так же, как и Успенский мужской, оба основаны при Иване Васильевиче Грозном, который взял Старицу вопричнину, уже после того, как обменял ее с одними из столицких князей. То есть была мена землями, потом он взял Старицу вопричнину и, посетив ее, основал там вот эти два монастыря в том числе. Так что я хотел сказать по поводу современной судьбы, так немножко забегая вперед, Вознесенского женского монастыря. А будучи деревянным еще до правления Романовых, в правлении Романовых он стал каменным монастырем. Именно в память о сестре, не только сестре, но и мученически погибшей от польско-литовской пули в смутное время вот этой вот Пелагеи Аланяевой, ее тоже почитали, она сейчас тоже канонизирована. Она была убита. Она была убита, и в современном 2002 году мощи були открыты, была проведена экспертиза, что она убита пулей в голову. Это действительно так, в возрасте свыше 70 лет. То есть она примерно была ровесницей своего брата, небольшим, видимо, отрывом, хотя мы не знаем точный год его рождения. Монашество приняло в раннем возрасте, скажем так, молодым человеком. Точной информации на эту тему нет. Мне кажется, наверное, самая такая ранняя дата, о которой мы можем точно говорить, это 1971 год, 1571 год. Это время, когда, собственно говоря, уже он был переведен в Москву Иваном Грозным. Не Борис Годунов, который тогда в младенческих летах пребывал, а Иван Васильевич Грозный. Он заметил в Старице Иова, настоятеля и игумена, последователя игумена и настоятеля Старицкого монастыря, перевел его в Москву сначала настоятелем элитного Симонова монастыря, а потом в Новоспасково, усыпальнице будущей и тогдашней уже Романовых. Да, остались сведения, что будущий патриарх отличался хорошей памятью, мог цитировать большие пласты текстов священного писания и молитв, и имел голос, соответственно, что вызывало такое уважение и почтение в том обществе, когда, понятно, что людей грамотных было не так много, но достаточно. Но чтобы наизусть знать священное писание, ну, естественно, знали всю службу практически наизусть, и вот эти люди, они особо почитались. Может быть, это и привело к тому, что этого человека заметили, и он, ну, какое-то состоялось общение, началось такое его, ну, не то чтобы продвижение по какой-то там лестнице, там нельзя так говорить, это не совсем так, в тех условиях такого не могло быть, но, тем не менее, эти дары вот был замечен. Ну, возможно, и так, наверное, еще, если забегая вперед, мы, когда будем говорить о смутном времени, мы вспомним такую характеристику тех времен, когда людей называли прямыми и кривыми, да, была правда и кривда. Так вот, патриарх Иов, наряду с Ермогеном и некоторым рядом очень ограниченным числом людей с мутного времени, он может быть назван, несомненно, прямым человеком. Прямым не в том смысле, что только там правду матку в глаза говорил, да, а в том смысле, что человеком правды, а не человеком кривды. И вот эта характеристика, наверное, одна из тех, которые позволяют приоткрыть завесу на тем, почему его заметил Иван Грозный. Иван Грозный, несмотря на свою опальчивость, да, мог одного родного брата казнить, а другого женить на какой-нибудь близкой родственнице одновременно, в один год. Несмотря на свою опальчивость, он любил людей сильных, мощных, интересных, интеллектуальных, ну, вот, в общем, таких людей содержательных. И то, что Иван Грозный еще до своей кончины приблизил Иова, об этом говорит целый ряд фактов. Например, Иов входил в состав новгородского похода и 71-го, и 72-го годов. А затем, когда умерла третья супруга Ивана Васильевича, и Иван Грозный обратился к освященному собору с просьбой, разрешите ему вступить в четвертый брак, то патриарх будущий Иов, он, ну, тогда еще только настоятель монастыря Новоспасского, он участвовал в этом освященном соборе, и его подпись стоит под разрешением вступить в четвертый брак. Как уже доказала современная криминалистика, все три первые жены были отравлены у Ивана Грозного, причем третья жена была отравлена после двух недель, после венчания, и по таким, наверное, интимным, словам самого Ивана Васильевича, но тем не менее, раз он их озвучил, можем и мы их озвучить, она умерла девственницей. То есть эти две недели, прошедшие после венчания, они не разрешили девство, как раньше говорили. И поэтому, будучи де юре трижды женат, де факто он был женат дважды, и он обратился с просьбой, вы знаете, что три канонических брака у православных, он обратился с просьбой разрешить ему вступить в четвертый брак. И вот, собственно, патриарх Иов в будущее, он был одним из тех, кто поставил подпись под разрешением Ивана Васильевича вступить в этот четвертый брак. Ну вот, наверное, что касается жизни Ивана Грозного, то 1581 год, это последняя такая дата в жизни уже Иова, яркая, которая совпала еще, произошла до смерти Ивана Васильевича, он был рукоположен в епископа Коломенского. Это очень высокий пост. Да, безусловно, это, что называется, близко к Москве. И вот здесь-то в жизни именно Иова появляется Борис Федорович Годунов. И это известно не из каких-то там, скажем, сомнительных источников, а со слов самого патриарха Иова, потому что целый ряд его сочинений дошел до нас, повесть о царе Федоре Ивановиче, завещание духовное и так далее, и так далее, послания, целый ряд, достаточно много. И вот Иов как раз и пишет о том, что, будучи епископом Коломенским, он познакомился с будущим государем и светочем земли русской Борисом Федоровичем Годуновым. Борис Годунов. В 1598-1605 годах первый русский царь, выбранный Земским собором. Представитель младшей ветви потомков Костромского боярина XIII века Захарии, зерна чета Годунова. Его родная сестра Ирина Годунова была женой Федора Иоанновича, в царствовании которого Борис Годунов играл важную роль в управлении государством, в том числе при учреждении в России патриаршества. В правлении Бориса Годунова происходило дальнейшее укрепление России и отодвигание границ на юг и на восток. При этом царь не вел войн, он опирался на дипломатические методы. В его эпоху сформировался неповторимый Годуновский стиль. В архитектуре, иконописи и других видах искусства. Борис Годунов скоропостижно скончался в 1605 году в разгар борьбы с Лжедмитрием I, что стало началом смутного времени. Как это часто распространено даже не в историографии, а скорее в публицистике, что Борис Годунов выдвинул Иова, наверное, не совсем правильно, потому что, как мы уже увидели, это произошло при Иване Грозном. Ну и вообще здесь нужно понять контекст. То есть вот те архиереи, которые окружали и московского митрополита, и, естественно, с которым общались государи, осталось ли какие-то свидетельства, что это были за люди? Потому что мы говорим, вот он выдвинулся, но он выдвигался из какой-то среды. Я понял ваш вопрос. Очень часто он возникает в связи с, например, 16 веком, что даже когда мы имеем много документов, даже из-под пера самого человека, мы практически при этом не имеем никаких личных черт, никаких каких-то таких индивидуальных характерных деталей, которые бы человек описали, как нам сейчас интересно, современным языком. Но я добавлю одну такую, по крайней мере, черту в отношении Иова. Дело в том, что он великим образом почитал Иосифа Володского. Мы знаем, кто такой Иосиф Володский. Мы помним вот этот спор Иосифляна и нестяжателей. Если кратко сказать, Иосиф Володский – это государственник. Это тот представитель русской церкви, который благословил как раз то развитие русской цивилизации, русской симфонии царства и церкви, которая в XVI и до середины XVII века торжествовала. То есть такая вот, что государство, оно не только милует, но и карает. И, может быть, даже в первую очередь карает. И что государство стяжает, да, вот эта позиция, по всей видимости, была очень близка и Патриарху Иову. Почему? Потому что, о чем мы можем об этом судить? Потому что при нем, при Иове, произошла сначала местная канонизация, потом общероссийская канонизация Иосифа Володского. Он сам лично написал канон Иосифу Володскому. У него в числе келейных образов был образ икона Иосифа Володского. И, наконец, знаменитого просветителя, то есть книгу Иосифа Володского, Иов регулярно цитировал в своих произведениях. Поэтому вот это вот влияние, это такой интерес к наследию Иосифа Володского, безусловно, нужно отметить в судьбе Иова, Патриарха Иова. Значит, он понимал, что вот в этой схеме, или симфонии властей, как правильно тогда говорили, с соответствующим ударением, что необходимо поддерживать, не только благословляя деяния конкретные, но еще нужны доктринальные такие взгляды, которые укрепляют или обосновывают незыблемость власти светской, в данном случае царской. И главное, что это делается для того, чтобы укрепить власть конкретного самодержца, а для того, чтобы укрепилось государство. Да, безусловно. И выдержало все натиски, риски и угрозы, откуда бы они ни проистекали. Иосиф Володский поролся с известными ересями, и это тоже насло свое, конечно, отражение. И именно антиеретические такие установки во многих посланиях Иова проскальзывают не только напрямую, цитируя пересказы Иосифа Володского, но и своими словами он регулярно обращается к этой полемике с еретиками, потому что тема жезловствующих и других ересей 16-го столетия, она была актуальна и при Иове тоже. Кстати, это еще раз говорит о том, что русское общество, если можно так выразиться, с того времени, оно жило достаточно серьезной такой интеллектуальной жизнью, и богословские, именно богословские споры, они были там и на рынках, и где-то на улицах, и народ был очень в этом смысле образован. И тема спасения, конца света, которая при Иовне Крозе была очень актуальной, она постоянно присутствовала. И, собственно, вот даже то, вот это, собственно, и заложило, как некоторые считают, вот ту основу, на которой потом, в смутное время нам удалось консолидировать общество. Если бы этого, этой культуры общей не было, а она не умирает за один день, за одно поколение, она все равно продолжает по инерции оставаться и подораживать умы наших соотечественников, если бы этого не было, если бы вот эти дискуссии не велись в свое время, то мы бы не пережили смутное время. Да, безусловно. Здесь даже можно сказать парадоксальную вещь, что без расцвета вот этого конца 15-го, 16-го веков не было бы смутного времени, не было бы и упадка. Потому что, с одной стороны, действительно возгорделись русские люди, возгорделись достижениями государственными, культурными, веком русской святости. Это имело место быть. Это реальность, которую мы должны, вот положил руку на сердце, видеть в нашей истории. Но, с другой стороны, благодаря этому же блистательному 16-му веку они смогли преодолеть эту смуту. Я в этом совершенно согласен. Но это будет чуть-чуть впереди. А вот сейчас воцарился Федор Иванович, да, после смерти Ивана Грозного, его сын. Федор Иоаннович – последний царь из династии Рюриковичей, сын Ивана IV Грозного. В правлении Федора Иоанновича произошло учреждение в России патриаршества. Возрос уровень жизни страны. В 1591 году было отражено последнее крупное нашествие татар на Москву, а в результате русско-шведской войны 1590-1593 годов были возвращены города новгородской земли, захваченные Швецией во время Ливонской войны. Усилилась роль России на Северном Кавказе и Закавказье. Окончательно была присоединена Западная Сибирь. Успешно шло освоение Поволжья. Здесь надо сказать, что в 1986 году, то есть уже вскоре после его воцарения, был Иов, получил новое назначение, он стал архиепископом ростовским. Но вслед за этим буквально в том же году он становится митрополитом московским. И это было вызвано тем, что в этом 1986 году случилось так называемое дело Шуйских. Как вы помните, еще Симеон Гордый развелся с одной из своих супруг. Это не Василий III Соломоний Собуров впервые развелся, а Симеон Гордый развелся со своей супругой. А потом уже Василий III Соломоний Собуровый, потом Иван Васильевич Грозный и его сын Иван Иванович. Дали энное количество примеров того, как можно перешагнуть через число 3. И, казалось бы, на фоне таких примеров царь Федор Иванович, когда шуйские совершенно каких-то таких властных корыстных устремлений подбили митрополита Московской сервисе Дионисия, ряд посадских людей и купцов, которым, забегая вперед, потом рубили головы. То есть высших участников заговора вот этого дела шуйского их сослали, а посадских людей и купцов их просто на плаху отвели. Так вот, они их подбили на то, чтобы рукописание отнести к государю Федору Ивановичу с предложением таким совершенно наглейшим, чтобы он развелся со своей бездетной супругой Ириной Федоровной Годуновой. Но, коль скоро у них нет детей, а государям нужно продолжение рода, нужно потомство, и уже 30 лет, как говорится, на горизонте, а детей все нет, они же там задолго, до 20 лет вступили в брак, вот, такой большой перерыв, видимо, и не будет детей, да, хотя потом родилась дочь Феодосия, и она была не единственная, просто они, к сожалению, умирали в младенческом возрасте, эти дети. Так вот, из властных таких, как раз, тульбивых побуждений, шуйские вместе с целым рядом других представителей аристократии и митрополитом Дионисием дали это рукописание, и, казалось бы, вот как сейчас представляют уже не первое столетие, слабовольный недоумок Федора Ивановича должен был пойти на поводу у этого рукописания, ну, отвергнуть супружницу свою, да. Так, а нет, он был совершенно не слабовольным, это один из мифов о русской истории, это был человек, который имел свои собственные убеждения, свои собственные представления, но здесь самый главный вывод в том, что вот опала и казнь последовали за этим предложением, он не пошел по пути деда, отца и брата. Он оставил Ирину Федоровну Годунову, которая росла на царском дворе с детских лет, как и Борис, ее брат оставил ее своей супругой. И это послужило поводом низвержения митрополита Дионисия к тому, чтобы назначить нового митрополита, которым стал герой сегодняшней передачи Иов. Вот, собственно говоря, такая короткая предыстория того, как Иов при Федоре Ивановиче из митрополитов стал патриархом. А вот теперь мы уже обращаемся к тому, что давно назрело. Потому что действительно это было, наверное, на слуху или в сердце, где-то витал в воздухе, что называется, идея, что если есть царь, то должен быть и патриархом на Руси. Потому что восточные патриархи давно жили на турецкой земле, на русские деньги, жили, надо сказать, очень плохо и так далее, и так далее. Все время приезжали за кормом сюда. В бедственном положении находилось христианство, так называемое восточное. И царь Федор с женой Ириной, кстати говоря, именно Ирина Годунова, одна из первых женщин, занимавших видное место в государственной политике, она принимала послов и так далее, вместе с Боярской думой обсудили этот вопрос о патриаршестве и решили обратиться к Константинопольскому, то есть к первому почину патриарху из пяти православных, вернее тогда еще четырех, пятым стал московский, решили обратиться к Константинопольскому патриарху с этой просьбой, предложением, чтобы митрополит московский стал патриархом московским. Но оказия случилась другая, приехал антиохийский патриарх. Это вообще был первый патриарх, который приехал на Русь в то время. И к антиохийскому патриарху был направлен, собственно говоря, ближний боярин, конюшей. Боярином и конюшем Борис Годунов встал в 32 года, еще при Иване Грозном. В 32 года, представляете? А вот ближний боярин и конюшей, наместник Астраханский-Казанский, и правитель Борисович Годунов был назначен переговорщиком с патриархом антиохийским на предмет установления патриаршества в Москве. Переговоры прошли в таком русле. Можно быть патриарху на Москве? Нужно. А денег дадите? Дадим. Давайте. Денег дали. Патриарх антиохийский уехал. Прошло два года, а воз, как говорится, на том же месте. То есть он обещал поговорить с константинопольским патриархом, созвать собор восточных патриархов. И уже только несколько позже, в 88-м году, если меня память не подбудет, когда Иеремия II, патриарх константинопольский, приехал в Москву тоже за кормом, денежку просить, выяснилось, что вот предыдущий антиохийский, он даже не обмолвился ни словом об установлении патриаршества в Москве. Иеремия II Тронос, константинопольский патриарх с 1572 года. Происходил из влиятельной греческой семьи Тронос, взошел на Константинопольскую кафедру в 1572 году. В 1583 году Иеремия II собрал Константинопольский собор, на котором было отвергнуто предложение римского папы Григория XIII о принятии нового календаря и новой пасхалии. Константинопольский собор 1593 года подтвердил догмат о том, что христианская Пасха должна праздноваться строго после Иудейской Пасхи и после весеннего равноденствия, и всегда в воскресный день. И тогда решили сделать, что называется, ход конем. То есть московская дипломатическая элита, от государя Годунова до не всегда известных, но очень часто ловких диков, подьячьих, которые вели вот эту реальную такую, реалполитик, да, вот они приняли такое решение, дипломатический капкан создать для Константинопольского ПТР. В чем это заключалось? Ему самому предложили стать патриархом на Руси, но так как никто не хотел видеть этого грека патриархом на Руси, то ему предложили быть патриархом не в Москве, а во Владимире. И тогда патриарх Константинопольский Еремеев II ответил следующим образом, я процитирую. «А с того не отмещусь, а только мне во Владимире бытии невозможно, за и же патриархи бывают при царе всегда. А то, что за патриаршество, что жить и не при государе, тому статься никак невозможно». То есть, патриархом будут, но в Москве они на Клязьме. Ну, ответ от царя Федора Ивановича был соответствующим. «То дело нестаточное, как нам то дело учинить, и греческого закона патриарха, который здешнего обычаи русского языка не знает, и ни о которых делях духовных нам с ним без толмача, то есть переводчика, не уметь. То есть, исповедаться без переводчика даже не сможет. Но вот таким образом Константинопольский патриарх попал в капкан. Он дал как бы согласие быть, что патриарх вообще может быть на Руси, но при этом это будет не он, потому что он не хочет быть во Владимире. И как бы вот Москва настояла на патриархе отечественного происхождения вот такой фразой «Благословите и поставите в патриархе на Владимирское и Московское патриаршество из Российского собора, кого Господь Бог и Пречистая Богородица, и великие чудотворцы московские изберут». И это благословение было получено сначала от Иеремии, потом, когда он вернулся на Православный Восток в 1590-м и в 1993-м годах состоялось два собора патриархов, один раз без участия Александрейского, потом с его участием. Эти соборы подтвердили установление патриаршества на Руси. Это уже было в 1999 году второй раз, а еще в 1989-м из трех, как и положено, иерархов был выбран митрополит, московский в Сиаусе Иуф был выбран патриархом. Но здесь интересен и такой другой еще момент. Москва претендовала на первое место среди всех патриархов, на папе на место. Некогда папа римский, когда был еще православным, а не католическим, он занимал первое место. После того, как с точки зрения православных он впал в ересь, то осталось четыре патриарха, и Москве дали пятое. Также вот московский патриарх и всей Руси до сих пор он пятый. Москва претендовала на первое место, и пятый не понравилось. И тогда, с позволения Федора Ивановича, освященного собора, было благословлено всем иереям, архиереям, служить на литургии, поминать за здравие патриарха московской всей Руси третьим после Константинопольского и Александрийского. То есть не дали первое, дали пятое, но все равно поминали третьим. Вот такой вот компромисс. И, конечно, это была грандиозная победа, потому что еще и дипломатическая победа. Ну, всегда царство и священство, дипломатия и духовные вопросы, они всегда идут бок о бок. И ведь там параллельно Еремий II заезжал в Киев, потому что планировалось еще и в Киеве, с подачи того же самого Папы Римского и Ватикана, планировалось в Киеве устроить киевский и всея Руси патриархат. Это было бы уже прогрошем дипломатическим России. То есть не Москва, а Киев. Под, как говорится, дланью близкой Речи Посполитой, затем Великого княжества Литовского, соответственно, Ватикана под влиянием поляков и так далее. Здесь уже было все понятно. И вот то, что успели у Киева забрать вот это вот пятое, пусть третье патриаршество, это было большой победой. Ну и, конечно, надо процитировать грамоту об учреждении патриаршества, где утверждалось то, что стало реальностью. Именно когда в 1989 году было учреждено патриаршество на Руси, было написано, что Вот, собственно, вот избрание патриарха. Следующее такое крупнейшее событие, которое нужно упомянуть, это 15 мая 1591 года, гибель царевича Дмитрия. Очень важно отношение патриарха Иоа к этому событию, потому что, как мы понимаем, это ключевое событие для того времени, для смуты. Вообще, собственно, это начало смуты в каком-то смысле. В принципе, началом смуты, конечно, стоит считать смерть Бориса Годунова и восстание москвичей, когда уже Лжедмитрий был воцарен. Но таким превозвестником смуты была именно гибель Дмитрия. Так вот, как вы помните, та комиссия, которая была направлена государем Федором Ивановичем в Углич для расследования этих событий и для не только смерти расследования царевича углического Дмитрия, но и последующей измены на Гих. Потому что, в первую очередь, в следственном деле речь шла о бунте на Гих. То есть, родственников царевича Дмитрия по матери, последней супруги Ивана Грозного, тех родственников, которые побудили угличан восстать против Дика Бетяговского, назначенного царем, убить его, убить с приближенными людьми. То есть, это была государственная измена. И следственное дело, зачитанное в присутствии патриарха Иова, он здесь один из первых таких случаев, когда патриарх Иов выступает в области таких государственных решений третейским судьем, судей, да? Не свадебным генералом, а именно третейским судей. Так вот, именно в присутствии патриарха Иова и освященного собора, то есть других митрополитов и иерархов русской церкви, было зачитано следственное дело углическое и о Дмитрии, и о Нагих. И оно было благосклонно оценено в целом патриархом, но там был какой-то политез. Потому что, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Потому что после того, как в следственном деле было сказано о самоубийстве, невольном самоубийстве, Дмитрия покололся ножичком во время падучей болезни, то есть эпилепсии, да? Невольно сам себя убил. В следственном деле. Патриарх Иов тогда же, в 591 году, произносит такую вот политезную фразу, что не стало Божьим судом. Что такое Божьим судом? Ведь Божьим судом – это и допущение самоубийства, и допущение убийства, и кара, и испытания. Это все Божий суд. То есть это обтекаемая фраза, не стало Божьим судом. Да. Но вот когда мы обратимся к 1607 году, о котором мы еще обязательно скажем, о разрешительной грамоте 1607 года, патриарх Иов совершенно четко и конкретно охарактеризовал смерть царевича Дмитрия как убийство. Там было две фразы. Сначала он говорит о том, что царевич Дмитрий прият заклание не повинно от рук изменников своих. А затем говорит еще более конкретно – царевич Дмитрий убит на Угличе. То есть вот эта версия следственного дела, которая, с одной стороны, абсолютно достоверная, документальная, там было опрошено более ста свидетелей, и так далее, о самоубийстве, невольном самоубийстве царевича Дмитрия, она не вызвала согласия, не вызвала какого-то такого удовлетворения патриарха. И он считал, что все-таки царевич Дмитрий был убит. И почему важно обратить на это внимание? Внимание на то, что думал святой русской православной церкви и святой русской православной старобряческой, кстати говоря, церкви, патриарх Иов, а царевича Дмитрия. Потому что это как минимум исключает вот этот авторитет, его мнение, исключает возможность того, что царевич Дмитрий выжил, это же модная и тогда и теперь идея, что лжедмитрий был подлинным царевичем Дмитрием, да. И по всей видимости ставит под сомнение его невольное самоубийство, что все-таки убийство имело место быть. Поэтому вот я и обратил внимание на мнение патриарха Иова. Ну и, соответственно, в будущем контексте, когда он активно осуждал лжедмитрия, это все логично. Да. И еще очень важный момент надо отметить. Патриарх Иов в своем завещании упоминает о том, что и Федор Иванович, канонизированный государь, и Борис Годунов были его духовными детьми. И вот представьте себе, Борис Годунов, духовное дитя святого патриарха Иова, он ведь в сознании читателей Пушкина, Карамзина, слушателей опер и так далее, до сих пор ассоциируется с кровавыми мальчиками. То есть тем самым царевичем Дмитрием, которого он якобы убил. А вот авторитет патриарха Иова неоднократно во многих документах с 1591 по 1667 годы говорит о противоположном, что Борис Годунов, он просто прямым текстом говорил, что Борис Годунов не имел никакого отношения к смерти царевича Дмитрия, хотя говорил о том, что он был убит. То есть здесь вот есть какая-то загадка. В том же 1591 году произошло еще одно очень яркое событие. Последний приход, последняя осада татар под Москву, Казыгирея. И войско насчитывало до 100, по некоторым мнениям, 150 тысяч человек. При том, что под Москвой стояло около 20 тысяч русских войск всего лишь. Основная часть русских войск была на границах Швеции и Литвы, откуда их невозможно было востребовать, потому что, как говорится, воргов и супостатов было много. И 20 тысяч против 150 никак не могли в чистом поле противостоять. Поэтому до Москвы в 1591 году Казыгирей дошел. И вот то, что произошло в ходе этого противостояния, два очень интересных момента, которые характеризуют и Федор Иванович, и патриарха Иова. Дело в том, что именно патриарх Иов в целом ряде своих сочинений в житии Федора Ивановича, повесть о честном житии Федора Ивановича, и в духовном завещании, и в посланиях потом кратким образом упоминал, он сохранил свидетельство о жизни Федора, свидетельство совершенно четкого характера, благодаря которому потом Федор Иванович был прославлен в лике московских святых. О том, что Федор Иванович обладал пророческим даром. И вот Федор Иванович дважды употребил этот пророческий дар именно в период нашествия татар на Москве в 591 году. Эти два примера я сейчас приведу. Значит, вот такое противостояние 150 тысяч против 20. И я процитирую. «Он же праведный государь, Федор Иванович, опочил после молитвы, и, встав, пошел в высокий свой терем и смотрел на свои государевы полки и на поганые полки. За ним же стоял боярин Григорий Годунов и плакал горько, смотря на поганые татарские полки. Царь же Федор обернулся к нему и сказал, «Что ты плачешь?» Он же к нему с сердечным плачем, «Глядим, государь сего басурманина, воюющего и православную веру, и твое государство». Царь же отвечал ему, «Не бойся, сей ночью поганые побегут, и завтра у тех поганых не будет». Григорий же то слово от царя Федора, услышав, сильно обрадовался и сказал многим людям. На самом деле, в целом ряде летописцев, летописей упоминается вот это пророчество царя Федора Ивановича. И действительно оно сбылось, буквальным образом. Собственно говоря, 4 июля 1591 года началась битва с татарами, а на следующую ночь они бежали. Пискаревский летописец таким образом описывает это событие. Как бы от частного к общему, от низов к верхам, что называется. Некий сын боярский, ничтоже сумняшся, вот в таком противостоянии, ночью пошел коня попоить. А конь возьми да убежи. А он еще менее сумняшся, начал кричать ночью в противостоянии с татарами, на том берегу там. Он начал кричать, «Переймите коня!» То есть схватите моего коня, а конь убежала. Это же, как говорится, и кормилица, и поелец, и возит тебя, и все на свете. Тут поднялся, как говорится, такой шум. Сначала в русском войске обозе, потом в войске татарском. И потом уже можно обратиться к воспоминаниям самого патриарха Ивова. Он таким образом описывает это событие. Той же ночью в полках у русских воевод поднялся великий шум. Царь же Крымский, то услышав, велел привести к себе русских пленников и вопросил их, что это за великий шум на Москве. Они же отвечали царю, «Пришла к Москве многочисленная сила новгородцев и иных государств московских, идти сей ночью на тебя». Сразу скажу, что вот эти пленные – это благочестивые русские люди, которые сдались в плен, как и некогда преизвестные битвы при Молодях. То есть засылали людей, которые якобы попадали в плен, то есть они сильно попадали в плен, но специально, и дезинформировали противника. Это было в битве при Молодях несколько ранее при Иване Грозном. И это было сейчас. Вот эти люди, воспользовавшись этим шумом, сказали о том, что идут вот эти вот от шведов и от литовцев, от границ этих, русские полки. И это привело к бегству хана с войском. По объяснению такому вот гражданскому, такому светскому объяснению. Такая шумовая завеса, одновременно дезинформация. Но мы можем посмотреть ведь и на духовную сторону вопроса, когда Федор Иванович предсказал, что этой ночью они, татары, бегут. И здесь современник очень хорошо писал это событие уже с духовной стороны этой медали. Хан, слышав великий трясновенный шум и неизреченный голосовым звук, ижебысть от великого в ограде и изобитель пушечного стреляния, то есть сначала конь побежал, потом начали кричать, потом и стрелять начали, видимо, в обе стороны. То есть была внешняя и внутренняя сторона этого события, такая светская и духовная оценка может быть дана этому. Но самое главное, что то, что засветительствовал Патерр в своем описании жизни Федора Ивановича, вот эти его слова, это сбылось. Тут же после вот этой победы описывается другое пророчество, тем же Патриархом Ивановым, другое пророчество Федором. Предсказание, если хотите, предвидение. Здесь мы, конечно, об этом не упоминаем, но тогда, после этой битвы, после этого бегства татар, Борис Годунов, он был назван новым Донским, потому что именно ему, как и некогда в учреждении Патриаршества, была отдана главная роль в отражении вот этой осады, этого набега, после чего был основан Донской монастырь и так далее, и так далее. То есть роль Бориса Годунова, она реально была значима в этом событии, и он был награжден больше всех. То есть очень многие были награждены из русского войска, много было наград дано Борису Годунову, но самое главное, о котором мы сейчас скажем, и которое запечатлена в рассказе Патриарха Ивова, это золотая чепь, или цепь. В 1591 году по славам Патриарха Ивова Федор Иванович возложил золотую цепь после отгнания татар от Москвы на Бориса Годунова, ведая или не ведая об этом, но пророчествуя о том, что после смерти самого Федора Борис Годунов станет царем. Это глубокое мнение Федора Ивановича. И это мнение потом было отражено уже в 1598 году в утвержденной грамоте на царство Бориса Годунова, потому что именно там вспоминается об этом событии. И действительно, Борис Годунов, как мы знаем, наследовал трон Калитовичей, Рюриковичей. Здесь можно было бы еще много интересных цитат привести, но я хотел бы перейти к другому, к такому следующему моменту, что вслед за тем, как Патриарх Ивов в своих, то, что вышло из-под его пера, осветил жизнь Федора Ивановича во взаимоотношении с Борисом Годуновым, правителем еще ближним, вслед за этим он в 1598 году лично его соборовал перед смертью, причастил, отпел и погребал. То есть, как бы проводил уже последний путь. Уже с конца 16-го, начало 17-го века известно о почитании Федора Ивановича в лике святых. Первые изображения его с нимбом в то же время появились. Ну, а после его смерти воцарился царь Борис Годунов. И вот здесь-то как раз имеет смысл вспомнить о только что упомянутом пророчестве, зафиксированном Патриархом Ивовом, пророчестве Федора Ивановича. Ну, как вы помните, сначала целовали крест Ирины Годуновой, то есть, вдове. Но она постыглась в монахине в Новодевичьем монастыре под именем Александры и отказалась от престола. Тогда Патриарх Ивов собрал представителей порядка 600 человек в земский собор, на котором было принято единогласное решение идти к, как ее еще тогда называли, царице Иннокене Александре Федоровне и ее брату, находившемуся там в Новодевичьем монастыре Борису Федоровичу, с просьбой, великой мольбой и слезами умолять их, чтобы он принял, она благословила его на престол, а он сел на стол московского государства. Что, собственно говоря, и произошло, но если вот ознакомиться с утвержденной грамотой, которая подробно описывает эти события, которая была уже вскоре описана, написана эта грамота, и там все эти события подробно перечисляются, я, честно говоря, сбился со счета, сколько раз Борис Годунов отказывался от этой чести. Там такая фраза есть, что не готов принять на себя великое бремя царский превысочайший престол. Но 21 февраля все-таки патриарх вместе с народом, освященным собором, членами этого земского собора, уговорил сначала Ирину Годунову, а потом уже ее брата Бориса Годунова, и причем, я бы даже сказал, не он уговорил, а как тогда говорили, выражались по этому поводу, характеризовали эти события, Владимирская икона Божией Матери уговорила, потому что ни больше, ни меньше, патриарх Иов снял Владимирскую икону, вынес ее из Кремля, принес ее в Новодевичий монастырь и умолял царя будущего Бориса, его сестру, умолял вступить его на престол. Как вы думаете, почему вот этот эпизод русской истории практически, я бы так мягко сказал, неизвестен? А потому что он слишком хорошо, добро, как-то позитивно выглядит, вы понимаете, с точки зрения позитивистской историографии, с точки зрения либеральной историографии, ведь должна же быть какая-то червоточина, должно быть что-то плохо, но как же так, весь народ уговаривает, а он от власти отказывается, тут ему такую власть дает, а он опять отказывается, вы понимаете, то есть вот с точки зрения, я бы не сказал современного человека, а с точки зрения современного профана какого-то такого, не ведущего русской и другой истории, потому что это же не единственный пример, когда отказывались от власти. Это все выглядит дико, ну как же так, как можно отказываться от такого, как говорится, того, что он назвал бременем. Я думаю, что это непонимание реалий того времени, непонимание того, что это действительно, это же не абсолютная монархия, это самодержавная монархия, когда царь в представлении каждого русского человека был ни больше, ни меньше, как помазанником Божиим. И он сам понимал, что он в загробной жизни, а тогда атеистов не было, что он в загробной жизни будет нести ответственность за каждого из этих, которые уменьшительно, ласкательно себя называли в человеке к нему. Ивашка, Васка и так далее. Как бы они себя уменьшительно не называли, он потом за каждую эту душеньку ответит. И это понимали все московские государи. Поэтому это было бремя, это не было что-то такое, что потом воспринималось, как удачно так вот с саблей схватил на скаку и понесся. Это нет, это совершенно было другое представление о нашей власти. У всех. Я хотел здесь еще отметить такой важный момент, то, что Иов пригрозил Борису отлучением от церкви. За что? Если он откажется принять вот это решение Совета Русской земли. Отлучением от церкви. Что литургисать не будет в церквах, снимет с себя панагию. И самое поразительное, что в 1598 году он принес икону Богородица Владимирского Иов к Борису и угрожал снятием панагии, патриаршей. А в 1607 году он сделал это. Он снял свою панагию, когда войска Лжедмитрия вошли в Москву, в Успенском соборе Московского Кремля. И передал власть, по его собственным словам, Богородица. То есть то, чем он угрожал Борису, он сделал при Лжедмитрии. Но только Борис оказался царем, а Лжедмитрий сами знаете кем. Вот, то есть такая интересная перекличка спустя годы. Ну и Борис Гудунов ответил в следующей фразе. Аще будет на то воле Божие, будет так. Ну он, собственно, стал государем. И надо сказать, что не только венчал на царство Бориса Федоровича патриарх Иов, но и еще в утвержденной грамоте отлучил, загодя, отлучил от церкви всех, кто пойдет против новой династии. То же самое потом он сделает и в отношении Лжедмитрия. Кто поддержит Лжедмитрия, должен быть отлучен от церкви. Ну и, кстати говоря, потом все последующие патриархи поступали схожим образом. Они отлучали самозванцев и тех, кто за ними идет. И тех, кто не поддерживает законную власть. Ну, надо сказать, еще вот, прежде чем перейти непосредственно к эпохе Смуты, о заговоре Романовых. Тоже очень скользкая и интересная такая тема. 1600 год. Несомненно, это, как говорится, дым без огня не бывает. Заговор Романовых имел место быть. И в Аполлу они попали по одной простой причине. Потому что за счет брака Анастасии с Иваном Грозным они считали себя ничем не ниже, чем, собственно говоря, Годуновы, которые вот сейчас воцарились. И это, как раз, подрывало сакральность власти. Вот эти разговоры, что мы не хуже, почему не Романовича и Никитичи, а почему Годуновы и Собуровы там, да, пришли к власти. Вот эти разговоры, это было причиной, но был и совершенно конкретный повод, который стал кровавым поводом. Дело в том, что Борис Годунов известно, что он болел, ну, видимо, с молодых лет, болел различными болезнями, в том числе подагрой. Так вот, в одной из таких кризисных ситуаций, когда его даже на носилках выносили на литургию в 1600 году, вдруг на Варварке, на подворье, на дворе Романовых в Москве, по свидетельству живших рядом на Варварке польских, литовских, шведских и иных послов, которые в своих мемуарах описали все это подробным образом, вдруг боевые холопы Романовых начинают стекаться на Варварку. Странным образом, во время болезни государя. Но, процитирую, вот, польское посольство, «Этой ночью его сиятельство канцлер сам слышал, а мы из нашего двора видели, как несколько сот стрельцов вышли ночью из Кремля с горящими факелами и слышали, как они открыли пальбу, что нас испугало. Дом, в котором жили Романовы, был подожжен, некоторых он убил, некоторых арестовал и забрал с собой». И вот, пожалуйста, посол имперского двора Лука Пауле пишет, еще более конкретно, «Романовичи укрепились и, быть может, думали получить власть, но за ночь великим князем были настигнуты». То есть, здесь можно процитировать следственное дело Романовых, в котором четко говорится о том, что они претендовали на власть. Но, есть и сторонние свидетельства именно послов, как бы независимые свидетельства. Вообще, ты же патриарху Иву не позавидуешь, он свое служение вел, наверное, в один из самых тяжелых периодов. Да, патриарх Гермоген, там вот была особая ситуация, он понимал, вот это враги, а здесь ополчение, и здесь, в общем, все понятно. А вот то, когда это все начиналось, когда пала династия, одна, вторая, и четко выбрать линию, и не оступиться, потому что потом уже будут судить по делам его, и вести, собственно, страну и державу по правильному пути, это крест тяжелый. Вы знаете, я почему упомянул о деле Романовых, потому что точно так же, как дело Нагих, убийство царевича Дмитрия, последующий бунт, вот расследование велось на глазах у патриарха Ивова, то есть его авторитет и последующая опала Романовых, в том числе пострижение, будущего патриарха Филарета, отца Михаила Романова, они стоят за этим делом. То есть Иув поддержал эту опалу. К нему на двор были принесены коренья, которые якобы, по всей видимости, предназначались для отравления чуть ли не самого Бориса Годунова. То есть Иув был свидетелем всех этих событий, так же, как и следственного дела царевича Дмитрия. Ну вот, собственно говоря, наступил 1604 год, то, что мы называем смутой, приближалось. И здесь важно сказать о том, что того, кто чаще всего считается Лжедмитрием, кто стоит за этой личностью, Григория Отрепьева, патриарх Иув прекрасно знал лично. Дело в том, что, собственно говоря, Григорий Отрепьев, он на дворе у патриарха Иува в дьяконах целый год занимался не только переписыванием, но и написанием канонов и житей святых. Григорий Отрепьев. Он налогово в лицо. Он налогово в лицо. И когда в 1604 году появился уже активно, стал появляться этот слух, потому что он и раньше появлялся, о том, что некий человек выдает себя царевича Дмитрия, тогда созвал собор патриарх Иув, на котором было сказано следующее. «Тот страдник Растрига, ведомый вор, в мире звали его Юшком Богданов сына Трепьев, жил у Романовых во дворе, и заворовався от смертной казни, постригся в чернцы». Чтобы не покарали, он постригся. «И был по многим монастырем, и в чудове монастыре в дьяконях, и у меня и его патриарха во дворе для книжного письма побыл во дьяконях же, а после того бежал из Москвы в Литву». И вот на этом соборе 1604 года всенародне и соборне патриарх Иов предал анафеме, то есть отлучил от церкви, не только Григория Трепьева, выдававшего себя за царевича Дмитрия, но и всех, кто за ним последует. Точно так же и настолько же последовательно, как он предавал анафеме тех, кто пойдет против Бориса Григория. Достаточно жестко, я бы сказал, быстро и решительно. Да, безусловно. Но, как вы знаете, вот ушел из жизни царь Борис, его пастриг под именем Боголепа, вслед за Иваном Грозным, который тоже был пастрижен, а Федор Иванович не был пастрижен, монашество перед смертью, благословил его сына Федора Годунова на престол, разослал окружную грамоту по всей России матушке, что он в основе государь Федор Годунов. Но события развивались трагически и быстро, царская семья была убита, Федор Годунов с матерью, и Лжедмитрий пришел в Москву. В Успенском соборе Московского Кремля Ивов служил в литургию, и во время литургии в алтарь ворвались, как написано, с оружием и дрекольми московские люди, от вверху до низу, что называется, и высокого положения, и простого, и практически за грудки, из алтаря во время литургии выкинули Ивова, значит, с него содрали одежды, и на телеге отправили в ссылку, в опалу, в старицу, в его родную старицу. Когда Лжедмитрий уже пришел в Москву, он дважды посылал к Ивову с предложением признать патриархом Игнатия, которого он патриархом возвел, который не признается в чине московских патриархов ни новобрядцами, ни старобрядцами, Игнатий. Но Ивов ответил такую потрясающую фразу, которая сравнима с фразой Шпенглера в ответ Гитлеру. Шпенглер Гитлеру сказал, что барабанщики и дудочники еще не великие полководцы. А Ивов сказал Лжедмитрию «По ватаги и атаман, по овцам и пастырь». Вот такая фраза. То есть, он однозначно отверг власть Лжедмитрия, несмотря на то, что потом распространялась дезинформация, что он каким-то образом пытался Ивов находить с ним общий язык. Ну и, пожалуй, последняя вот такая яркая деталь в смутное время перед смертью патриарха Иова, которая совершилась. Когда был уже убит Лжедмитрий и царем стал Василий Шуйский, он пригласил не только... Он сначала пригласил Иова вернуться на патриарху престола, но тот по старости и немощи отказался. Им был назначен патриарх Ермоген. И вот Василий Шуйский предложил прежде бывшему патриарху Иову и текущему нынешнему патриарху Ермогену составить прощальную разрешительную грамоту для всего русского народа в тех грехах для этого преступления и убийства царской семьи, которые имели место быть. И, собственно говоря, это знаменательный, удивительный, такой поразительный исторический факт, когда два патриарха вместе с собором составили эту грамоту, достаточно пространной. Там подробно перечисляются события, предшествующие в смутном времени и все события до 607 года. Смысл ее заключается в следующем. Династия Годуновых была легитимна. Убийство царской семьи Федора Годунова является величайшим грехом. Лжедмитрий не был легитимен. И народу необходимо покаяться. В ответ пошла Челобитная Сия Московской земли, Совета Московской земли, в котором народ покаялся, в этой Челобитной. И патриарх Иов вместе с патриархом Ермогеном разрешили, то есть простили грехи вот тех современников того периода смутного времени, простили им эти грехи. Ну и, собственно говоря, этим закончились, наверное, такие крупнейшие события в жизни патриарха Иова, потому что в том же 1607 году он ушел из жизни. И здесь, наверное, можно добавить еще буквально пару фактов. то, что в 1652 году уже патриархе Никоне были обретены мощи патриарха Иова, перенесены из старицы в Москву, начались чудеса. Прослан в качестве святого он уже был гораздо позже, в 20 веке, но тем не менее вот так складывались события. И если сказать о том, каково значение патриарха Иова вообще для русской истории, то вслед за той характеристикой, что он был одним из главных прямых русской истории, я бы еще дал такое определение, что он был одним из тех флажков в болоте смутного времени, по которым, ориентируясь вот этим флажкам, мы не заблудимся в этом болоте. Такие как Иов, Ермоген, Пожарский и так далее. Понимаете, то есть, глядя на их судьбу, мы не только можем дать характеристики Ивану Грозному, Федору Ивановичу, Борису Годунову, Лжедмитрию, но и увидеть вообще в целом картину того времени, потому что именно он был тем, как говорили, адамантом, который был несокрушим никакими привилегиями и никакими страхами, которыми его пытались смутить. И действительно, Патриархиев это примерно все времена. Семен Александрович, спасибо за сегодняшнюю беседу. Благодарю вас. А с вами, уважаемые зрители, мы на этом прощаемся, но вскоре обязательно встретимся в студии нашего телеканала с тем, чтобы продолжить экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова